Добрый день! Это прямой эфир на канале Универ ТВ. Напомню, что одновременно идет трансляция на портале Казанского университета, а также в социальных сетях Казанского федерального университета в YouTube, ВКонтакте, в Twitch. И работает специальный канал для представителей средств массовой информации в WhatsApp. Такой гибридный прямой эфир, в ходе которого мы будем обсуждать фрагмент, но очень значимый фрагмент главной темы этого года. Какая главная тема этого года? Здоровье, все, что с ним связано. Сбережение своего здоровья в очень непростой ситуации. Ситуация, когда весь мир находится в состоянии борьбы с пандемией. Разобраться с тем фрагментом, который называется прививочная кампания 2020 года, ну и, наверное, с блоком дополнительных вопросов, которые будут приходить к нам от пользователей социальных сетей, поможет сегодня наш гость, главный врач университетской клиники, известной университетской, крупнейшей в Казани, в Республике, давно-давно в Республике, клинике Сергей Эльбертович Осипов. Добрый день. Добрый день. Почему я вот так чуть-чуть сузил для начала нашего разговора прививочной кампании? Кстати, в Твич наша тема обозначена еще острее. Это вакцинация, мифы и реальность. Вообще каждый год, когда начинается вакцинация, она ежегодная, от гриппа, вот, от гриппа ежегодная, да, вот, чтобы не наврать, вы сейчас меня поправите, каждый год это сопровождается огромным количеством мифов, которые параллельно рождаются. Вообще у меня даже было, и они вызывают испугу населения, у общества, дискуссии. У меня даже было желание нашим зрителям, но, во всяком случае, если не показать, то адресовать их, пересмотреть известный детский мультфильм из нашего детства про бегемотика, который боялся прививок. Просто ужасно. Сколько лет прошло, а мифы все те же. Что прививочная кампания это страшно, это надо бояться. Вот, в чем особенность прививочной кампании этого года, учитывая ту пандемию, про которую я уже вспоминал, и почему мы ее так боимся, эту прививочную кампанию? Очень хороший вопрос, спасибо. Что касается особенностей. Особенность это охват населения. В этом году поставлена задача правительством Российской Федерации, Минздравом Российской Федерации, охватить прививочной кампании не менее 60% населения. Таких цифр Россия еще не достигала. То есть, в прошлые годы меньше? Ну, для примера, 7-8 лет назад мы прививали 21% населения. И это считалось достаточно серьезной цифрой, которая позволила в конечном итоге снизить нагрузку на систему здравоохранения где-то процентов на 20% в осенне-зимний период. Соответственно, те койки, которые занимались до вот этой вот широкой прививочной кампании больными пневмониями, больными инфарктами и так далее, они освободились для плановых пациентов. И это позволило, в общем-то, снизить смертность в том числе. И это позволило смертность снизить на территории Российской Федерации достаточно значительно. И позволило в конечном итоге говорить о продолжительности сначала жизни, потом о продолжительности здоровой старости и так далее, и так далее. и ставить задачи выхода на европейский уровень. То есть 80+, средний возраст смерти гражданина Российской Федерации. Это достаточно серьезная цифра. И те регионы, которые успешно проводили прививочную кампанию, в общем-то, и достаточно быстрыми темпами двинулись к достижению вот этих вот поставленных задач. Те же регионы, в которых прививочная кампания была на достаточно низком уровне, они так и остаются на уровне 68-69 лет средней продолжительности жизни. Поэтому здесь достаточно все серьезно. Особенность этого года, это еще раз повторюсь, прививочная кампания против гриппа в условиях продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции. Вот эта пандемия, конечно, и вот смотрите, цифра такая, вами сейчас озвучена серьезная, 60-61% задача привить. Очень серьезная цифра. И еще уже через край, наверное, достигший испугу населения по поводу пандемии, коронавируса. Вот давайте про эти мифы чуть-чуть. Вот как взаимосвязана задача увеличить число привитых от гриппа с тем, что происходит вокруг ковида? Есть взаимосвязь? Конечно, взаимосвязь есть. Есть или нет? Человек, защищаясь от гриппа, он каким-то образом защищает себя от возможных ковидных дел? Или вообще никак не связаны? Здесь можно рассматривать эту проблему с двух сторон. Самое простое, если мы возьмем механистический подход, ковид и грипп во многом очень схожи по своей симптоматике. Особенно средне-тяжелые формы ковида и средне-тяжелые формы гриппа. Соответственно, пациент, предположим, заболевает какой-то респираторной инфекцией. Он приходит в поликлинику или обращается в инфекционный стационар, в любой стационар. Для того, чтобы провести дифференциальную диагностику, нужно будет затратить колоссальное количество усилий, так как мы должны будем уже проводить дифф-диагностику не в плане одной инфекции, достаточно опасной для окружающих, а в плане двух инфекций, которые достаточно опасны для окружающих. То есть нагрузка на систему здравоохранения возрастет ровно в два раза. А может быть и больше. Кроме того, многие симптомы ковида и симптомы гриппа, они достаточно схожи. Даже в том числе и параклинические, рентгенологическая симптоматика достаточно схожа. Опять-таки, пациент, который имеет заболевание грипп, а сразу подтвердить в секунду, в две секунды, даже в час, ни грипп, ни ковид на сегодняшний день не представляется возможным. Это надо делать лабораторные тесты, которые занимают больше, чем 24 часа чаще всего. Соответственно, возникнет вопрос уже у врача. А что делать с этим пациентом? Куда его девать? Положить его в общее отделение, где лежат пациенты с гриппом? А если у него ковид, и он перезаразит всех, кто лежит в этом отделении? И в обратную сторону положить его к ковидным пациентам, а если у него просто грипп? То есть вот эта вот часть, она заставит уже выделять дополнительные площади, боксированные площади, которых, к сожалению, по Российской Федерации практически нет, потому что очень долгое время на инфекционную службу не обращалось внимания. Таким образом, эти площади нужно будет где-то делать, а раз мы эти площади где-то организуем, соответственно, мы снижаем общий коечный фонд, и так далее, и так далее, и так далее. Плюс к тому, никто не отменил такое понятие, как коинфекция, когда одновременно человек совершенно спокойно может заболеть и ковидом, и гриппом. А вот здесь уже возникает совершенно фатальное сочетание, потому что грипп поражает, особенно грипп H1N1, он прекрасно поражает легочную ткань, он дает точно такую же симптоматику выпада, ну, чтобы проще сказать, жидкой части крови в альвеолярные мешки, и, соответственно, накопление жидкости в альвеолярных ацинусах. Ковид обладает точно таким же механизмом действия, и то есть мы просто-напросто получим совершенно фатальное сочетание двух инфекций. Возможность выжить в этом случае будет минимальна. Это сейчас подтверждено и исследованиями Всемирной организации здравоохранения, и даже есть на сегодняшний день рекомендации по вакцинопрофилактике в европейском регионе, выпущенные Всемирной организацией здравоохранения, буквально до России они дошли где-то 15-20 дней назад, где совершенно четко указано именно то, что я сейчас сказал, что сочетание двух инфекций чаще всего будет фатальным. А вот еще сейчас наблюдается заметный рост, особенно для летнего сезона, летне-осеннего сезона, заболеваемости пневмонией. Вот много таких вот людей, которые с подозрением на пневмонию попадают в клиники. Вот если человек прививается от гриппа, он тем самым как-то обезопасивает себя. Понятно, что это не от пневмонии, но все-таки он снижает риски заболеть еще вот сопутствующим такого рода заболеваниями, как пневмония. Прекрасный вопрос, спасибо. Буквально еще два года назад на ваш вопрос и я, и все остальные медики ответили бы однозначно нет. Но чем нас обогатила медицину вот эта пандемия ковида, стали очень активно прежде всего наблюдать за пациентами и в дальнейшем изучать, что приводит к тем или другим изменениям в реагировании инфицированного вирусом на вот это вот воздействие вируса. Оказалось изначально, что все должно быть у всех одинаково. Ничего подобного. Оказалось, что те страны, в которых вакцинальная кампания проходила долгие годы и успешно, имеют меньшее количество тяжелых случаев заболевания, имеют меньшее количество смертельных исходов, чем те страны, в которых вакцинальная кампания была, ну скажем так, не на должном уровне, либо она не проводилась вовсе. У нас достаточно много в мире стран с очень низким уровнем жизни, где просто прививки недоступны. И совершенно четко статистика на очень больших группах населения показала, что там, где прививочная кампания шла, количество тяжелых пациентов меньше. Стали разбираться, что это, как это. Очень много сейчас исследований, больше полутора сотен уже опубликовано в различных журналах. Оказалось, что сама вакцинация, неважно против каких инфекций, она стимулирует неспецифический иммунитет. Не только специфический против конкретного агента, против которого сделана сама вакцина, но и неспецифический иммунитет. И сейчас порядка двух десятков исследований говорят, что, например, прививка против гриппа, она стимулирует в том числе и гуморальный иммунитет, который работает против грамма отрицательных бактерий. А грамма отрицательные бактерии – это те бактерии, которые вызывают самые тяжелые, так называемые, атипичные пневмонии, которые приводят к летальным исходам. Опять-таки, было совершенно четко показано уже где-то более семи исследований, что те пациенты, которые прививались в прошлом против гриппа, они легче переносят ковид, так как у них включается изначально механизм элиминации любого вируса, попавший на слизистые оболочки верхних дыхательных путей и тем более на слизистые оболочки бронхов и в легочную ткань. На первом этапе вот эти антитела, которые были образованы на вирусы гриппа, точнее не на вирусы, а на белки вирусов гриппа, они и срабатывают как защитный барьер. Поэтому у пациента идет либо более легкое заболевание, либо у пациента развивается субклиническая форма, то есть практически грань между болезнью и здоровьем. А вот из того, что вы говорите, вы, наверное, часто сталкиваетесь, все-таки общаясь с пациентами, реальными, потенциальными, всем потенциальные пациенты. Все-таки вот этот испуг и предубеждение по отношению к прививкам, к прививочным кампаниям против гриппа, он какой-то устойчивый. Причем, по моим-то наблюдениям, вот люди, что называется, попроще, что называется, ну так, они меня простят, наверное, за такую терминологию, они более активно отзываются на призыв привиться, потому что как-то дорожат своим здоровьем, а люди с более, скажем, вот этим прямым текстом, с высшим образованием, хорошо образованные, вроде бы эрудированные, начинают и более эрудированно придумывать некие пугалки вокруг прививок. И вот то, что сейчас мы наблюдаем, скажем, по прививочной кампании в университете, абсолютно образованные люди не сильно-то бегут, не сильно идут и стремятся. Что их пугает? Я почему начал сообщение вашего с пациентами, вы, наверное, слышите их какие-то аргументы, и я не буду делать прививку, потому что, но есть еще один аргумент, который там запустили наши соцсети, там, чипирование, про это, наверное, еще спрошу, а что пугает с точки зрения здоровья? Какую-то побочку они боятся, или что? Вы знаете, мне было в свое время очень интересно, почему мысли Святой Инквизиции, вся эта борьба с ведьмами, вылавливание вурдалаков и всего прочего максимально приживались в образованных слоях общества. Вот здесь для меня полная и абсолютная аналогия. У меня такое ощущение, что наши более образованные слои общества, они утратили способность критически воспринимать ту информацию, которую они получают. Те факты, это даже не информация, это факты, которые они получают из каких-либо источников информации, это, прежде всего, интернет. И здесь, к сожалению, ну, извините за, может быть, сильное слово, но максимальная маркобесия как раз наблюдается среди максимально образованных людей. Сделать таким образом, чтобы население испугалось, на сегодняшний день достаточно просто. Нужно взять несколько непонятных фактов, по-другому их немножко изложить, добавить на один миллиграмм правды один килограмм лжи, и все это под каким-то красивым заголовком броским, под каким-то красивым портретом выдать в интернет. Все, моментально все разлетелось. Когда-то, ну, наверное, последний раз, это было в 96-м году, против гриппа использовалась ослабленная инактивированная вакцина. Там был живой вирус гриппа, актуальные штаммы, которые выращивались в специальных лабораториях на куриных эмбрионах, дальше обрабатывались достаточно сильными химическими веществами, которые снижали активность вируса и вводились, естественно, тем прививаемым, скажем. Ну да, так, в общем, и представляемым до сих пор вакцину. Значит, с той поры, ну, еще раз повторю, это было, наверное, последний раз в 96-м, в 97-м году. В дальнейшем в Россию пришли так называемые субъединичные вакцины. Сначала их было очень мало, они были только импортные, в основном американские или французские. Чем отличаются эти вакцины от инактивированных? Там нет, в принципе, никакого генома вируса гриппа. Точно так же, как и любого другого агента, против которого ведется прививка. Выбираются те белки, которые дают максимальное напряжение иммунитета и максимально защитную, ну, белки первого проникновения. Вот, они вводятся в организм, выращиваются эти белки, раньше выращивались, ну, и сейчас во многом выращиваются на обычных дрожжах, то есть вводятся в геном дрожжей. Дрожжи начинают при своем развитии максимально продуцировать эти белки, белки собираются и дальше разливаются, соответственно, в ампулы, там фасуются во флаконы и выводятся уже человеку либо готовый раствор, либо он разводится прямо непосредственно перед применением. То есть никакого вируса, в принципе, нет. Соответственно, никаких вот этих вот тяжелых веществ, которые бы подавляли сам вирус, и как примеси они, естественно, шли в вакцинах, их тоже сейчас нет. То есть это совсем не та прививка, которую боялся гиги-гимутику? Который боялся гиги-гимутику, да. После этих прививок не возникает температурной реакции, не возникает практически ничего. Но с другой стороны резко изменилось законодательство во всех странах, и любая побочная реакция должна вноситься в аннотацию к препарату. Если мы возьмем препараты любые, которые сделаны на территории развитых стран, в том числе на сегодняшний день и Российской Федерации, ну, на одну маленькую таблетку будет 4-5 страниц возможных побочных реакций. Люди, которые ничего не понимают в медицине, но которые умеют читать и которые привыкли много читать, они видят вот этот список побочных реакций, которые... Они не читают, что там это одна на миллион, одна на два миллиона. Ну, побочные реакции все имеют, да? Да. Даже чай, который мы пьем, вызывает давление, а у другого бодрость. Именно так. Но они же прочитали, они же увидели. А критики уже нет. И начинается. Я слышал за последний год только такие шикарные высказывания, от которых хочется, ну, или смеяться, или плакать. Я уж не знаю. Я слышал высказывания, что нельзя прививаться, пока ты не рожала. Потому что это отразится на потомстве. Но как-то многие умалчивают, что если ты внутриутробно своего ребенка заразишь, особенно первенца, ну, хотя, в принципе, любого ребенка, он родится инвалидным, ты будешь после этого всю жизнь себе локти посадить. Вот. Я слышал такие высказывания, что ни в коем случае нельзя вакцину вводить, потому что там ртуть. Вот. Никто не удосужился просто поднять инструкцию и посмотреть состав вакцины. Нельзя вводить вакцину, потому что там консервант. Да, есть вакцины с консервантами, есть вакцины без консервантов. Разница только технологическая. Но при этом почему-то все забывают, отказываясь от прививки, 0,5 грамма действующего вещества вместе с водой, да, получается полмиллилитра. Все забывают, что сейчас пьют молоко, которое не скисает 30 дней. Да, оно опаснее. Кушают торты, которые не тухнут в течение трех месяцев. Да, и хлеб, который никогда не присневеет. Хлеб, который не присневеет, да. Да, то есть критики опять-таки ноль. Сколько консервантов мы съедаем ежедневно. И вот эта вот вакцина, которая вводится раз в год, это даже не капля в море, это гораздо меньше. Но, тем не менее, так оно присутствует. Кто-то говорит, что ни в коем случае нельзя прививаться лицам со слабленным иммунитетом. Кто-то говорит, что ни в коем случае нельзя прививаться людям, которые страдают там какими-то хроническими заболеваниями. Все это абсолютная чушь. Можно просто взять в открытом доступе документы Всемирной организации здравоохранения, документы Минздрава Российской Федерации и посмотреть, кому же все-таки прививки показаны. А там совершенно четко написано, первое, люди со слабленным иммунитетом, второе, люди, страдающие хроническими, неспецифическими заболеваниями, особенно заболеваниями легких, особенно с сахарным диабетом, особенно гипертонией. Вот этим людям, люди старше 65 лет, никаких побочных реакций в виде развития онкологии, прививки не вызывают. Это очередная чушь, которая... Вот это тоже очень важное замечание, потому что люди как раз говорят, ой, я пожилой или там, я хронически больной, все, ничего делать не буду. Ну вот как раз пожилой и хронически больной, это та группа населения, которая максимально подвержена заболеваниями вирусным инфекциям, потому что иммунитет и так направлен на то, чтобы элиминировать имеющееся вот это хроническое заболевание. Вот, поэтому любой вирус, который попал, если в норме у здорового человека, на него иммунитета хватит, то на... у больного человека просто-напросто не хватит объема антител для того, чтобы бороться и с тем заболеванием, которые есть, ну, как фоновое будем считать, и с вирусной острой инфекцией. И опять-таки, возможность летального исхода, она гораздо выше. То есть, если человек для себя решил, что да, он уже пожил, он уже пожилой, ну, бог ему в помощь. Если он все-таки хочет жить и дальше, то стоит задуматься о своей защите, по крайней мере, в осенний-зимний период, когда у нас и так на нуле, особенно к концу зимнего периода, у нас на нуле практически иммунная система. Вот, и тут-то как раз все самое неприятное и происходит. Спасибо за достаточно подробный ответ. Есть вопросы, поступающие в социальные сети у нас, вот, тех, кто сейчас на прямой связи с нами присутствует. Но, если позвольте, еще вот завершим тему про вот эти испуги. Есть же сейчас еще одна волна, которая, может быть, в меньшей степени отражается на людях, знающих физику, химию, такие точные, естественные науки, но как-то вот среди гуманитариев ползающие. Знаете, вот это все про вышки 5G, про чипирование, вот здесь вот уже к прививкам. Что через прививки нам чего-то такое еще вводят, что, ну, если не чип, то, во всяком случае, вот точно укнется где-то с точки зрения, ну, не знаю, там, дистанционного управления человечеством. Ну, как вы относитесь к, вообще, тут-то природа откуда? Это тоже из области мракобесия? Или это действительно какие-то эксперименты проходят, но совсем не в связи с прививками? Где-то когда-то действительно мелькала информация, что многие страны занимаются так называемой жидкой электроникой. Это все, что касается нанотехнологий. За этими технологиями наверняка, в общем-то, большое будущее, потому что это позволяет развивать, ну, так называемый, интернет вещей. Вот. Но многие гуманитарии просто не понимают, что такое интернет вещей. Многие гуманитарии не понимают того, что сейчас боятся того, что за тобой кто-то следит, уже поздно. Наша с вами стиральная машина, это робот, который передает достаточно много информации, в том числе своему производителю. Появились, извините, просто-напросто чайники электрические, которые передают информацию куда-то. Одна из партий буквально два года назад была отловлена на территорию Российской Федерации, возвращена производителю за пределы Российской Федерации. У нас с вами в кармане смартфон, который позволяет очень многие вещи делать. Мы с вами постоянно в интернете, сейчас это наша жизнь. Ну, мало кто знает, что на новостных сайтах, особенно таких вот развитых новостных сайтах, достаточно четко подстраивается подложка текста, который ты читаешь, под твое восприятие и заставляет тебя сделать какие-то движения в виде рекламных покупок и так далее. То есть на сегодняшний день вот это психологическое скрытое воздействие на человека, оно настолько развито, что смысл вводить какие-то чипы там кому-то в организм, просто нет. Это слишком дорого. Можно дешевле добиться гораздо более серьезных результатов. Поэтому говорить о жидком чипировании... А то бесплатная прививка для дорогих целей. Да, это слишком глупая трата денег. Можно сделать гораздо все более легко и серьезно. Спасибо. Обратимся к вопросам, которые приходят. Вот прямо след за вашим развернутым ответом на предыдущий вопрос. Значит, работает ли против антипрививочников сегодняшний закон против фейков? Оцените, пожалуйста, полезность такого нормотворчества наших законодателей. Ну, оценивать нормотворчество тяжело, я думаю, в рамках нашей сегодняшней темы. А вот законодательно можно что-то противопоставить? Может быть, медицинское сообщество работает над этой проблематикой? Что можно противопоставить? Вот этой агрессивной, не только антипрививочной, а вообще вот знахарской такой расцвет, деятельности на просторах медиаресурсов. К сожалению, законодательно наказать человека на сегодняшний день за такую работу невозможно. Медицинское сообщество, наверное, лет 15 уже бьется над тем, чтобы у нас все-таки было введено обязательное, хотя бы частично обязательная, прививочная такая вот политика. Вот обязательная, кстати, интересная тоже тема. Достаточно много европейских стран, которые очень толерантны и в хорошем, и в плохом смысле этого слова, у них не обсуждается вопрос, прививаться или не прививаться. Государство поставило определенные рамки, та вторая, третья, четвертая прививка, они должны быть приведены. И все население в определенный период времени приходит и прививается. У нас, к сожалению, можно выбирать, прививаться или не прививаться. Но этот выбор приводит к тому, что человек рискует не только своим здоровьем, к сожалению, но он рискует и здоровьем окружающих его людей. И, в общем-то, и грипп, и ковид на сегодняшний день очень четко это показывает. Заболевает один, дарит многим, умирают другие, этот выздоровел, живет радостный, не думая о том, что кого-то он свел в могилу. В принципе, это можно считать. Если так очень довести до абсурда, это непреднамеренное убийство. Ну вот это, кстати, тоже очень интересная тема. Можно ли было сделать прививки обязательными? Потому что даже в сравнении с тем, как государство рьяно борется, ну, я не знаю, скажем, с табакокурением, нельзя курить в общественных местах, потому что дымок может повлиять как-то на рядом находящегося человека, но не убьет его напрямую. А здесь ведь просто то, что вы говорите, может привести к гибели. Да. Большого количества. Причем человек непривитый абсолютно рукопожатен везде. Да, именно так. И передает все это с легкостью всем. Вы знаете, здесь, наверное, более плоскость уже не медицинская, а более плоскость экономическая. Потому что рынок вот этих вот вакцин, сывороток, это на самом деле огромнейший рынок, на котором вращается, я не знаю, сколько сотен, а может быть и тысяч миллиардов долларов. И ни одной стране, которая изначально была лидером в производстве вакцины сыворотка, сейчас просто невыгодно, чтобы Российская Федерация вышла на этот рынок. Четыре года назад проходило огромное аудиторское исследование на территории Российской Федерации. Эксперты Всемирной Организации Здравоохранения приезжали, больше 20 человек, которые проверяли эффективность и безопасность нашей прививочной кампании, наших вакцин, в том числе и вакцин против гриппа. Причем проверялось все, начиная от органов управления, это Министерство здравоохранения Российской Федерации, кончая прививочной кампанией в деревнях, селах, городах и так далее. Татарстан попадал в этот большой аудит. Мы работали с аудиторами, наверное, в течение трех недель. Они не только смотрели, как организована прививочная кампания, как организованы прививочные кабинеты, они пересматривали каждую историю болезни и каждую карточку людей, которые получали те или иные прививки. И через месяцев, наверное, семь, они уже, обсудив все, взвесив, обработав, там просматривались десятки тысяч медицинских документов, они пришли к выводу, что российская вакцина, она столь же безопасна, как российские вакцины, столь же безопасны, сколь и вакцины, которые производятся на территории Соединенных Штатов, Франции, Германии частично. И после этого страны третьего, второго мира стали очень активно закупать наши вакцины. Естественно, что сразу упали прибыли бывших лидеров. И вот это никому не нужно. Поэтому нужно максимально оболгать, а прежде всего оболгать своему населению тогда. Можно провести второй аудит и сказать, раз свое население не верит, значит, все хорошо. Значит, вакцина не работает, значит, можно сюда запретить продажу за пределы страны, запретить продажу внутри страны и так далее. То есть здесь борьба за деньги, которая переведена вот в такую вот интернет-плоскость. Ну, собственно, это то же самое, что мы видим сейчас вокруг вакцины от ковида. Да, конечно, потому что та агрессивная компания, которая вдруг развернулась вокруг благородное дело, страна презентовала вакцину от ковида. Надо смотреть, изучать и по возможности внедрять. И вдруг просто агрессия такая мировая, что не та вакцина и вообще Россия не права. В чем, непонятно. Ну, война информационная просто вот-вот и вплыхнет вообще. Это деньги. Это деньги. Это огромные деньги. И если мы сравним все вакцины, о которых сейчас в мире заявили более-менее внятно, ту же американскую вакцину, ту же российскую вакцину, они сделаны на одинаковой платформе. Они сделаны примерно по одинаковым технологиям. Просто Россия успела первой. Вот и все. Ну, а некоторые последние сообщения о том, что британцы изобрели вместе с вакциной, еще какую-то новую болезнь породили, и просто остановили испытание своей вакцины пока, потому что не получилось. Обида рождается. Обида рождается, конечно. Отсюда тоже потеря ресурсов. Хотя платформа, на которой вакцина сделана, она уже лет 10 присутствует. И сотни тысяч ампул препаратов, которые успешно боролись с онкологией, сделаны как раз на этой платформе, биоинженерные препараты. Так что здесь нет ничего, по большому счету, нового. Спасибо. Есть такие уже по ходу нашей беседы, такие серьезные возражения, наводящие нас на мысль, что дискуссия далеко не закончена. Вы так легко рассуждаете про антипрививочников. Говорите, что одна медицина лучше другой. А когда система здравоохранения в России разберется с засилием фуфломицинов, не знаю, что такое, вы, наверное, поняли, и прочей гомеопатической дряни? Когда медицина с этим разберется? Прекрасный вопрос. Спасибо автору. Опять-таки, не все так однозначно, как бы хотелось, чтобы это было. Во-первых, я не могу сказать, что вся гомеопатия – это то, что не помогает людям. Никто не отменил для начала эффект плацебо. То есть, если ты во что-то веришь, то, соответственно, это тебе помогает. Я знаю людей, которым помогали выздороветь от тяжелых заболеваний. Шпроты, ни больше, ни меньше. Я в своей жизни лечил людей, которым помогал физраствор и глюканат кальция. И они выходили из шоков. Никакими другими медикаментами серьезными не получалось, потому что мы программируем себя прежде всего сами на психологическом уровне. А когда мы разберемся с фуфломицинами, да, наверное, в то время, когда мы начнем активно внедрять подходы именно доказательные в медицине, не на словах, а на деле. Когда у нас будет своя база побочных явлений, эффектов и так далее по тому другому третьему препарату. Ну и опять-таки, когда этот рынок препаратов, которые мало кому помогают, но зато дешевые, он просто перестанет быть актуальным. Потому что очень легко продать якобы гомеопатический препарат, который, в общем-то, никому не помогает, но при этом вокруг него развернуть хорошую рекламную кампанию. Это опять возвращаясь к чипированию, да. Вот, развернуть хорошую рекламную кампанию и при этом поставить цену, которая позволяет его купить 90% населения без всякого напряжения. Все. Оно пойдет в лед и будут уходить миллионы и миллиарды, но помогать никому не будет. Ну, то есть, в любом случае, автору можно сказать, что практикующая медицина, российская медицина, видит эти вопросы, видит эти проблемы, их обсуждает. То есть, обвинения о том, что никто не хочет с этим разбираться, не совсем корректные. Хотя, интересный вопрос. Вопрос очень интересный и многогранный. Спасибо автору еще раз. Давайте к проблемам, связанным с прививочной кампанией в Казанском федеральном университете. Здесь есть уже вопросы, поступающие тоже в социальной сети. Но для начала общая информация. Каковы сроки продолжительности? Мы знаем, что она уже началась, эта кампания. До какого срока она планируется? И где, кто? То есть, вот пока такая дорожная карта. Кто, где может получить возможность вакцинироваться из числа сотрудников? Пока о сотрудниках. Казанский университет. Значит, первая прививочная кампания началась с 30 августа. По плану, прививочная кампания должна быть закончена не позже, чем 20 ноября. Но как врач-инфекционист, я могу сказать, что это поздно. Там уже грипп пойдет во все. Именно, потому что после прививки все-таки нужно иметь две недели, чтобы иммунитет полностью успокоился, восстановился, перед тем, как ты встретишься с какими-то агрессивными воздействиями внешней среды в виде других вирусных инфекций. Поэтому самое лучшее время для того, чтобы прививаться, и мы, в общем-то, достаточно много боролись, и, наконец-то, мы в этом плане победили. Уже второй год вакцины приходят в конце августа. Раньше она приходила, вакцина для взрослых, в конце сентября, а то и были годы, когда в конце октября. Соответственно, вот сейчас прививаться надо. Когда остановится, когда будет достигнут плановый уровень вакцинации населения. Если это сделаем за месяц, физически это, конечно, будет крайне сложно сделать, но тем не менее, если сделаем за месяц, остановимся через месяц. Если не будет достигнут уровень вакцинации населения, будем продолжать и дальше. Но чем ближе к зиме, тем больше рисков, получив прививку, встретиться с вирусной инфекцией, либо быть уже зараженным вирусной инфекцией. Обычно моденно вирусом, неважно. Почему многие говорили, что я привился и сразу заболел? Да потому что прививались в ноябре месяце, когда вокруг огромное количество вирусов, были в субклинической форме заболевания, или были в инкубационном периоде, ввели прививку, естественно, прививка, работая на иммунитет, очень конкретно против того или другого агента, отвлекла силу иммунной системы от того вируса, который человек уже носит, и этот вирус проявил себя в полном объеме. Вот и все. Очень существенно замечательно. Поэтому чем ты в менее агрессивной среде получаешь прививку, тем больше у тебя шансов, что все пройдет полностью благополучно. А где есть какие-то точки дислокации, вот прививочные кабинеты, где можно получить прививку? Это касается как Казани, потому что тут значительное число институтов, сконцентрированного университета, но у нас есть еще набережные Челнинские и Лабужские филиалы. Они где могут воспользоваться возможностью привиться? Значит, что касается Казани, в любом медицинском учреждении, если это не частное медицинское учреждение в государственном, совершенно бесплатно можно получить вакцинацию. Для этого достаточно прийти в прививочный кабинет. Что касается медсанчасти, мы создали максимально безопасные условия. Следует понимать, что пандемия ковида-то не закончилась, и в поликлинику идут люди разные, и чаще всего далеко не здоровые. Поэтому мы вынесли прививочный кабинет таким образом, чтобы потоки не перекрещивались, и, соответственно, не было возможности заразиться чем-то другим, когда ты пришел получить прививку. То есть инфекционный кабинет мы полностью вынесли в отдельный блок. Еще изначально, когда проектировалась поликлиника. Что касается работы с работниками профессорско-предотовательским составом, мы сейчас выезжаем и по институтам тоже. То есть мы стараемся максимально сделать комфортные условия для работников университета, для того, чтобы они смогли пройти вакцинацию. Не буду лукавить, для нас это крайне сложно, потому что это надо отвлекать людей от своей постоянной работы, выводить бригады, их формировать, водители, сумки-укладки, сумки-холодильники и так далее. Там много всего. Но, тем не менее, для того, чтобы в конечном итоге защитить людей от напастей в осенне-зимний период, мы на это идем. Также прививаются студенты, им предлагается привиться при заселении в общежитие. Потому что... То есть студентам тоже доступно. Да, но, к сожалению, еще хуже идут. Еще хуже идут, не понимают. Они считают, что сейчас они здоровы, и это будет вечно. Закрытые коллективы — это крайне опасно в эпидотношении. Потому что в общежитии один закашлял, зачихал, весь блок будет болеть через неделю буквально. А дальше это пойдет этажами. К чему приведет, кто хорошо перенесет, а кто перенесет с большими осложнениями, это еще очень большой вопрос. Кстати, по поводу осложнений и по поводу нерожавшим прививаться нельзя. Есть такое заболевание, поликистоз яичников, одним из пусковых механизмов, которого является именно мощная перенесенная инфекция. А приводит оно к тому, что яичники просто покрываются плотной достаточно оболочкой, и через них яйцеклетка уже выйти не может. Соответственно, забеременеть там невозможно. Так что нерожавшим-то как раз стоит и бояться, и прививаться в том числе, а также бояться просто хронической инфекции. Соответственно, здесь мы делаем максимальное для того, чтобы людям было удобно максимально быстро получить инъекцию вакцины. Но работа идет так, как идет. Вот здесь еще, наверное, важно, чтобы кураторы групп включались, для того, чтобы более подробно рассказывать студентам во-первых, в том, что у них есть эта возможность, особенно учитывая, что достаточно большое количество приехало из регионов, где такие возможности еще поискать надо. И во-вторых, что это важно, в том числе и для их будущего. А вот Челны и Елабуга? В Челнах также в каждой поликлинике есть приювочные кабинеты, можно прийти в Елабуге, центральный район больницы, также занимается приювочной компанией. И что касается Казани, с этой недели стартует приювочная компания около станции метод. Они также бесплатно там? Абсолютно бесплатно, и будут стоять машины, но только единственная, в чем разница, если то, что организовано в КФУ на сегодняшний день, ты в тепле стоишь, в тепле получаешь инъекцию и уходишь, то около станции метро ты стоишь на улице, ждешь свою очередь. Как ни странно, около станции метро посещаемость приювочных кабинетов гораздо больше, чем в поликлиниках. Вот больше простых людей ходят. Ну, видимо, да. Видимо, да. Те, кто понимают, что завтра они в этом метро поедут и схватят ее. Да, что их трудоспособность, их жизненные силы и активность еще очень-очень нужны не только им, но и семье. Конечно. Вот есть такой вопрос, какой вакциной прививают и можно ли прийти со своей? Например, инфлювак. Такие слова понимаете только вы, а зрителю можно расшифровать. Понятно. Значит, что касается вакцин, на сегодняшний день с Вигрипп, флюэм, вакцины, которые поступают по национальному календарю профилактических прививок. Инфлювак, это вакцина точно такая же по своей сути. Это другой производитель. Если кто-то хочет привиться инфлюваком, пожалуйста, пусть прививаются. Значит, для того, чтобы в каком-то прививочном кабинете эту вакцину ввели, теоретически такая возможность есть, но для этого нужно, первое, доказать, что вакцина легальная, то есть должен быть сертификат на конкретно энту ампулу вакцины. Почему такое требование? К сожалению, наркотрафик у нас никто не отменил, и в жизни медиков, особенно давно практикующих, типа меня, к сожалению, уже к сожалению, встречались случаи, когда ты открываешь ампулу, на которой написано витамин В12, вводишь в человеку и видишь, как у него развивается активное наркотическое опьянение. Поэтому препараты, которые потенциально мы можем ввести, должны быть подтверждены документами, что они абсолютно легальны, и не ксерокопиями, которые можно сделать на любом компьютере сегодня, а именно с живыми печатями, с живыми подписями. Это первое. Второе, нужно подтвердить, что холодовая цепочка была соблюдена от момента выпуска вакцины с завода до момента введения ее человеку. Ни один из медиков не будет на себя брать риск вводить препарат, у которого совершенно четкие есть температуры хранения, вводить, взяв из рук просто у кого-то. Потому что ты можешь получить побочную реакцию, отвечать за нее, юридически будешь уже ты. Поэтому, если теоретически введение своих препаратов возможно, практически его не бывает. Понятно. А вот вы говорили про возможности для преподавательского состава, для студентов, что вот я считаю очень важно услышать нашим студентам и кураторам. Но есть еще такая категория, как работники университета ведь не только из преподавательского научно-сельского состава состоит, люди вспомогательных служб, начиная от вахтеров, которые нас оберегают, борщиц, монтеров, которые что-то чинят. Есть члены семей сотрудников университета. Вот они могут воспользоваться возможностями университетской клиники и вот тех кабинетов выездных, которые вы организуете? Да, конечно, могут. Минимальное количество документов это документ удостоверяющий личность и полис обязательного медицинского страхования. Просто нужно понимать, что если для тебя какая-то процедура медицинская бесплатна, это не значит, что она бесплатна в принципе, потому что ничего бесплатного в принципе не бывает на этой земле. Соответственно, мы в дальнейшем вводим этого человека в наши списки и, во-первых, подтверждаем, что он уже прошел вакцинацию. Это важно для региона, для дальнейшей судьбы этого человека, если он попадает в какой-то стационар или в поликлинике какое-то заболевание развивается. Соответственно, никаких проблем нет. Любой человек, любой житель Российской Федерации может обратиться и совершенно бесплатно получить прививку в любом медицинском учреждении, которое имеет лицензию на вакцинопрофилактику, а медсанчасть имеет такую лицензию, и, соответственно, в дальнейшем пользоваться всеми благами системы обязательного медицинского страхования. Совершенно неважно, закреплен он за нашей поликлинике по полюсу или не закреплен, он может прийти и привиться. Наши выездные бригады работают от поликлиники, соответственно, все совершенно законно. Спасибо, это очень полезное замечание. Иностранные граждане проводят вакцинацию только платно. Ну, иностранные студенты? Если у них в полюсе страхования не записана вакцинация, то, к сожалению, они получают вакцину только за собственные средства или за средства третьих лиц. Ну, вот, я про членов семьи, скажем, потому что немножко будет обидно, если условно я пришел и смог получить вакцину, ну, скажем, в специальном выездном кабинете или пойти в клинику, а семья у меня будет бегать по станции метро искать автомобиль. Всех членов семьи после 18 лет, пожалуйста, приводите привьем. Спасибо. Детей не прививаем. Дети заканчиваются в 18 лет. Ага, тоже существенное замечание, потому что есть студенты еще, которым нет 18 лет. Они пока свободны. Они уходят в студенческую поликлинику, которая использует детскую вакцину, а вот там немножко другая дозировка. Спасибо. Тоже важно. Хорошо, что обратили на это наше внимание. Вопрос про чуть другое, но тоже связанный с возможностями университетской клиники. Можно ли пройти тест на антитела в клинике КФУ с сотрудником КФУ? Ну, бесплатно. Вообще тест на антитела можно пройти? С тестом на антитела очень интересный момент. Для меня, как для врача-инфекциониста, возникает первый вопрос. А для чего? Не знаю, говорят, все очень важно. Мы не знаем. Мы вам верим. Антитела говорят о том, что человек уже с каким-то чужеродным агентом встречался, и у него либо сейчас идет заболевание, это иммуноглобулин М чаще всего показывает, либо заболевание уже прошло, и у него есть антитела. Ну, хорошо, если я сегодня буду знать, что я две недели назад, три недели назад встретился, например, с вирусом, с новым коронавирусом. Что у меня от этого? Без маски буду ходить, потом везде... А вот извините шишку, как говорят. Дело в том, что еще никто не показал, какой уровень антитела является защитным. И, к сожалению, в мире регистрируются случаи повторного заражения коронавирусом. Поэтому то, что у тебя есть антитела, тебе ни жарко, ни холодно. Да, ты встречался, да, ты не умер в этот раз. А вот что будет в следующий раз, совершенно непонятно. Может быть, все пройдет благополучно. И, скорее всего, все пройдет благополучно. А может быть, и нет. Поэтому тестирование на антитела на сегодняшний день и во всех документах Всемирной Организации Здравоохранения многих страновых Минздравов и так далее является исследованием интереса, не больше того. Подтвердить или опровергнуть в данную секунду инфицирование COVID-19 это только ПЦР-диагностика. Народ все-таки слушает, следит. Это приятно и радует. Но в этом и преимущество всегда прямых эфиров, тем более на многообразных платформах, разнообразных платформах. Вот прямо в дискуссию с вами вступает собеседник из Ютьюба, да, зачем узнавать, есть ли антитела, зачем вообще нужны эти прививки, вот один из сомневающихся, зачем вообще нужны эти прививки, если вирус быстро мутирует, и уже через несколько месяцев нужно делать новую прививку, и так постоянно. Вот не чисто ли это бизнес уже? Отличный вопрос, очень бы хотелось узнать источник информации, который бы был открыт для всех, и который бы подтверждал, что вирус через несколько месяцев мутирует. Это опять же наше обывательское мнение, мы считаем, что любой вирус мутирует, нам так рассказывали в детском саду, да, нам так рассказывали в детском саду, нас пугали не очень образованные воспитатели детского сада. Значит, что касается вируса гриппа, да, вирус мутирует, мутирует достаточно с точки зрения в микробиологии быстро, это одна мутация на 100 миллионов копий. Но никто не говорит о том, что мутация будет жизнеспособна, это первое. Никто не говорит, что мутация будет приводить к более серьезным поражениям других органов и так далее, и так далее, и так далее. Именно поэтому, если мы касаемся гриппа, вируса ведется во всем мире работа по актуальным штаммам, и уже давно, многими десятилетиями показано, что вирус мутирует где-то примерно раз в год. Поэтому годовые актуальные штаммы, они включаются в состав вакцин. И благо у нас на одной половине земного шара лета, на другой половине земного шара в это время зима, ученые всех стран объединили свои усилия, чтобы отслеживать, какой вирус куда переходит, как происходит его мутация и так далее. Поэтому да, раз в год актуальные штаммы в вакцинах меняются, но год эти вакцины защищают население земного шара от заражения соответственно вирусом гриппа. Что касается коронавируса, вообще сейчас не показано, что этот вирус так уж активно мутирует. Практически скоро будет год, как идет пандемия, известно пока три основных варианта, и они сильно не изменились, что как раз и позволило сделать многим странам начать разрабатывать и делать вакцины. Изначально было мнение, что вирусу будут очень быстро мутировать, попав в большие группы населения. Мы ожидали этого, но к счастью не произошло, поэтому вирусы можно использовать. Но и опять-таки совершенно не важно, даже если вирус мутировал, ну была какая-то мутация вируса. Основные белки, которые используются для проникновения вируса или бактерий внутрь клеток, внутрь тканей, они примерно одни и те же. Поэтому сделав вакцину, ты получаешь все равно не специфический иммунитет. Да, чуть хуже будет работать, но доза инфекциозности есть такое понятие, ее тоже никто не отменил. Нужно набрать определенное количество агента для того, чтобы развелось заболевание. Например, условно скажу, 100 тысяч вирусных частиц должно попасть на 1 квадратный миллиметр кожи. Вот тогда начнется заболевание. Попало меньше, иммунитет справиться, заболевание не будет. Вот и все. Спасибо. Так что здесь бизнеса особого нет. Спасибо. Наше время вот так быстро пробегает. Есть две темы, на которые можно говорить вечно, и никогда не будешь замечать времени. Это погода и здоровье. Здоровье вообще святое. Тут зонтиком не прикроешься. Поэтому все время хочется задавать вопросы, уточнять сильные аспекты. Поэтому будем стараться завершать, но будет неправильно, если площадка интернет очень критически настроена, часто бывает по отношению ко многим происходящим процессам, я не озвучу такие пожелания, но критического характера, пользуясь случаем, что главный врач сегодня наш собеседник. Вот некто, вот садовод Арбузов, может, вы знаете Арбузова садовода обращается к вам, тут у него достаточно пространно все написано, но с просьбой обратить внимание на состояние терапевтической службы, вот он считает, что она недостаточно сейчас эффективно работает, терапевта Семеновича очень умоляет вернуть, какой-то очень частный уже такой вопрос, вот это я как бы вот обращаю просто внимание, что есть такого рода пожелания и призывы, а тогда позвольте может быть взять это за основу для того, чтобы завершить вот перспективы развития университетской клиники, если можно в нескольких словах, то есть очень многие службы претерпевают сейчас серьезную модернизацию, изменения, идет расширение возможностей функционала клиники, вот что вы видите в качестве реперных точек роста, ну по крайней мере вот в ближайший год, времени у нас мало, но чтобы вот не остался осадок, что только вакцинами занимается клиника, год наверное это очень мало, год в медицине пролетает ну как секунда в общении, значит то, что касается университетской клиники, наша святая обязанность и наша задача это сделать клинику высокой безопасности, вот, именно поэтому мы сейчас активно работаем над тем, чтобы сертифицироваться в разных системах качества, это непростая работа, очень, она в том числе и организационная работа, начинаем с сертификата качества Роспотребнадзора Российской Федерации и дальше, дальше, вот, для этого нужно сделать очень многое, что касается направления работы, это малоинвазивная клиника, то есть наша задача максимально снизить количество тяжелых вмешательств с большими разрезами, снизить максимальное количество инъекций, свести все до минимального риска инфицирования, развития осложнений при оказании медицинской помощи, это проблема номер один в мире, устойчивость бактерий к антибиотикам сейчас зашкаливает. Что касается развития хирургической службы, акушерской гинекологической помощи, это прежде всего переход опять-таки на органы, сберегающие лапароскопические, эндоскопические операции, которые позволят опять-таки сохранять, ну, не приводить к эндомолюдизации. У нас очень много способов лечения, после которых нужно проходить очень длительную реабилитацию, вот это нужно, от этого нужно уходить. Ну и естественно, эта работа с Институтом фундаментальной биологии и медицины, их наработки должны приходить в практику не через 20-25 лет, как это сейчас происходит, практически во всем мире, они должны в течение года 2-3, максимум 5, становиться доступными широкому населению. Это очень амбициозная задача, потому что зарегистрировать медицинскую технологию крайне сложно. Но мы должны это делать. Без этого развития университетской клиники не будет и смысла в университетской клинике тоже не будет без сочетания науки и практики. Спасибо вам. Удачи клинике, университету, институту фундаментальной медицины и биологии в этих непростых, но так вот греющих душу планов, потому что это наше здоровье в конечном счете, надежность нашего здоровья и продление жизни. Ну а всем нашим зрителям еще раз хочу напомнить, не забудьте сделать прививку, желательно до октября, потом можете не успеть. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова